Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». Я Анна Смирнова. Сегодня мой соведущий Вадим Родионов в командировке, но скоро он вернется к нам в эфир. В гостях у нас сегодня политолог Аркадий Дубнов. Здравствуйте. Добрый день. Напомню, телефоны прямого эфира в нашей студии. Вы также можете подключаться, задавать вопросы. 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Телефоны прямого эфира. Также пишите нам в ватсапе 230 6191. Это номер ватсап. Вчерашний день был ознаменован, скажем так, такими внезапными событиями в России. А именно это Владимир Путин начал реформу Конституции Российской Федерации. Все правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. В России теперь будет новый премьер-министр. Как вы оцениваете прошедшие события? На пять плюсов. То есть позитивно? Послушайте, я скажу с точки зрения человека, который живет близко от метро Таганское, далеко от Рублев-Успенского шоссе, в доме, где иногда не работает лифт, но зато построена вторая пешеходная зона после Арбата. То есть, скажем так, на моей жизни эти реформы, на первый взгляд, мало какого-то могут отразиться. Поскольку заявленные вчера, значит, рокировки, либо перестановки, означают лишь одно. Значит, я, видимо, умру при Путине во главе государства. Другого будущего у меня нет, потому что Путин моложе, он здоровее меня, и другого лидера страны, по факту, а не по месту работы, мне, так сказать, не суждено. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, вот эта рокировка как раз Путина и Медведева, которая была в 2011 году, можно ли здесь проводить параллели с событиями вчерашними? Я их и провел, вот у меня пост в фейсбуке, он стоит на эфе Москвы. Я так и сказал, что это, в общем, дежавю события 24 сентября 2011 года, когда эти лидеры, эти деятели провели рокировочку, поставили страну перед фактом своего, ну, скажем, договорника, как принято, грубо говоря. Они снова поменялись ролями, один пошел в премьерах, такой, второй вернулся на пост президентом. Здесь выглядит все по-другому, но по сути речь идет о договоренности между узким кругом людей, а именно между Путиным и его ближайшим окружением, согласно которому он решил, значит, прокладывать соломку, чтобы не упасть в ближайшие четыре года, обеспечив себе после 24-го года такую классную конструкцию, которая позволит ему уйти с поста президента сохранить за собой роль верховного распорядителя судеб российского государства. То есть он будет таким сакральным лидером, каким он уже сегодня для большого количества моих социалистов и является. А что касается аналогии с экс-президентом Казахстана Назарбаевым, который также возглавил Совет Безопасности, не так давно уйдя с поста президента, можно ли его проводить? Да, все аналогии в данном случае работают, только принято называть Назарбаевым не экс-президентом, а первым президентом, первым партнером. Казахстан, Казахстан, из-за петли национальным лидером. Там не может быть, по отношению к Назарбаеву, приставки «экс». Он не бывший, он пожизненный навсегда. Вот таким же приблизительно, наверное, видит себя Владимир Владимирович. Потому что он не представляет себя вне, вне, так сказать, роли распорядки Львиховного. Да, судьбами и будущим россиян. Поэтому, какую ему должность придумают, будет ли он председатель Совета, как многие кажутся сегодня, в том числе и мне, но я совсем не уверен, что именно так и будет. Это такая первая, может быть, прикидка, первая такая производная замысла. Или он будет, вот есть уже, называют сегодня в газетах, возможность его постав в качестве лидера партии, но для меня это не... Если партия называется «Единая Россия», то настолько низкий рейтинг у этой структуры, что мне трудно себе представить, что он позволит себя принять на себя этот низкий рейтинг. Не знаю, но самое главное, что Путин хурат. Господин Дубнов, чуть поближе к микрофону мы попросим вас быть, чтобы мы лучше вас слышали, более отчетливо. Хорошо. Самое главное, я повторяю, что Путин хурат. Транзитом власти можно ли это назвать? Сейчас это словосочетание... Ни в коем случае. Никакого транзита власти нет. Транзит – это передача власти, это разделение некоторых полномочий властных. Никакого разделения власти, никаких передач полномочий мы не наблюдаем. Наоборот, мы видим консолидацию власти в одних руках. Вот такой монаршей власти. В стране заявлено еще раз, что страна царская, что у нее есть цитарь, а есть челядь, расположенная близко вокруг царя. Есть фрейлины, есть лейб-гвардия, есть что угодно. Есть холопы. Как недавно изящно заявил Владимир Жириновский на Красной площади, когда он раздавал деньги. У нас есть звонок, сейчас слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос больше к ведущим. Вот вчера я слушал, внимательно, между прочим, слушал этого самого Шендеровича. Сегодня вот я не знаю, кто это. Да, политолог у нас Аркадий Дубнов. Да, да, они какие-то, не знаю, провокаторы, какие-то свои мысли высказывают, что-то такое. А в чем провокация заключается, на ваш взгляд? Ну, в том, что они врут. Вот, что вот этот, как его фамилию, я не знаю, вот Шендеровича я знаю, кто это такой. А вот этот, я первый раз слышу, но он тут с той же самой масти примерно. Он рассказывает какие-то отсебятину, какие-то свои домыслы. Какое-то, честно, вот, зачем вы их пускаете в эфир, таких ребят? Да, спасибо вам за комментарии. У нас в эфире звучат разные мнения и разные позиции, как, скажем так, условно либеральные, так и консервативные. Поэтому, если вас, вы не симпатизируете тому или иному гостю, то вы можете не слушать, уважаемый радиослушатель. Ну, или можете послушать и, может быть, узнать для себя что-то интересное. Или, опять же, каждое мнение, на мой взгляд, раз уж спрашиваете мнение ведущего, можно использовать как возможность и площадку для критического мышления. Да, господин Дубнов. Да, я просто не слышу вашего. Вы же на меня не вывели комментарий вашего, так сказать. То есть вы не слышали ремнику нашего радиослушателя? Ну, он, скажем так, не согласен с теми мыслями, которые вы высказываете. Считает, что они не совсем правдивы, будем так корректно высказываться. Ну, нет, если это интересно, другим, может быть, вы будете транслировать. С чем он не согласен, что Путин forever, или что вокруг холопа или челюсть? В чем проблема? Ну, вот не уточнил наш радиослушатель, еще звонок у нас. Здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Вот чем отличается ваше радио, это очень хорошо, что вы даете мнение всяких разных людей. И вчера Шендеровича, сегодня Дубнова. У Дубнова свое мнение, но он же не с песочницы вышел-то только что, а он все-таки прожил жизнь, и он знает всю эту политику изнутри. А обзывать человека вруном, так за это можно. Раньше на дуэль вызывали, а сейчас можно в суд подать. Откуда он знает, что Аркадий врет? Он что, знает какие-то факты или что? Да, спасибо вам. Наша радиослушательница ответила на реплику предыдущего нашего слушателя. Но все-таки продолжим ситуацию в России, наверное, вернемся к ней. Позиции могут быть разные, действительно, но все-таки интересно, почему это так неожиданно произошло. Потому что, насколько известно, большинство тех, кто был в Кремле, в Кремленском дворце, во время его обращения Путина, не знали о том, что произойдет. То есть были удивлены. Ну там единицы, может быть, знали и были предупреждены об этом. Вот в чем смысл этого сюрприза, этого эффекта внезапности? Ну, я, честно говоря, не очень верю суждениям или замечаниям людей, что они ничего не знали. Есть такое правило хорошего поведения, чиновничества или высокой номенклатуры, во всяком случае в России, согласно которой нужно себя вести прилично и уважать порядок вещей, созданной при нынешнем режиме. Владимир Владимирович, как известно, по легенде созданный за эти 20 лет, всегда поступает неожиданно. Все его решения в высшей степени оригинальны и не имеют никаких аналогов. Например, назначение Мишустина на пост премьера, оно никем не было, так сказать, угадано. Никем, да? Поэтому всем важно сегодня говорить, что это лично Владимир Владимирович придумал. Ну, и это было сделано в полной тайне совершенно неожиданно, но в это верить, повторяю, сложно, поскольку, ну, представить себе, что 75 человек, включенные в список для подготовки поправок к Конституции, и имена которых стали известны буквально вечером вчерашнего дня, если я не ошибаюсь, чтобы эти люди, ну, совсем ничего не знали, куда их включили и для чего, чтобы об этом не знали руководители там палат парламента, к которым пришли уже сегодня, которые сегодня уже приняли этого кандидата в премьеры и выслушали, уже были с ними все согласны, уже одобрили, да? Слушайте, это секрет Поли Шинели. Ну, с другой стороны, конечно, для таких наблюдателей, как мы с вами, это полная неожиданность, я имею в виду вот эти поправки, в частности, вот такие ситуации, которые были предложены Путином и особенно отставка правительства. Некоторые специалисты по, так сказать, по психологическому поведению человеческих, так сказать, персон отражают, что голос Медведева дрожал подбородок, когда он делал заявление о том, что он ведет подставку, да, то, в общем, это было для него тяжелым испытанием, что свидетельство о том, что все это было сюрпризом. Я тоже не склонен этому доверять. Нам очень хочется верить в то, что человека унизили. Но есть разряд людей, для которых унижение – это все равно, что, так сказать, ежедневно чистить зубы. Вот таким Дмитрий Анатольевич Медведев выглядели последние 8 лет, с тех пор, как его унизили 24 сентября 2011 года. Поэтому им не привыкать, да. Я, может, рассуждаю несколько цинично, но это, мой взгляд, на весь. А в чем новость? Вот это хороший вопрос. Почему это было сделано именно так, именно вчера? Это хороший вопрос. И ведь обратите внимание, уже давно, с вентября, стало известно, что Путин переносит обращение к Федеральному собранию на несколько или на несколько недель раньше, чем он обычно это делает. Значит, эта задумка пришла ему не 14 января, или даже не 7 января, когда он стоял на службе в храме. Это означает, что, возможно, по одной из версий, что, ну, может, он был недоволен работой правительства по выполнению там майских указов, по управлению социальной ситуации. Но я тоже в это не верю, потому что столько лет правительство не способно справиться с выполнением майских указов, что, в общем, каждый месяц у него был повод для того, чтобы это правительство отправить в Арсал. Дмитрия Медведева с поста второго человека в государстве переместили на пост заместителя, представителя Совета Безопасности. А сам Совет Безопасности, как многие узнали вчера, возглавляет сам Владимир Путин. Эту должность создали специально для Медведева? Да, да, судя по всему, да, потому что мы про эту должность ничего не знали, ее никто раньше не занимал. Да, собственно, вчера об этом и было сказано. Об этом Путин и сказал. Понимаете, вот, ведь выглядит это как? Вот приходит мастер, трахнутый мастер, красмейстер, да? Ставит перед собой доску и говорит, так, ну, в общем, я думаю, что вот эту фигуру в нашей игре надо вообще убрать с поля. Так, а Стаббендер мог там снимать все фигуры с поля. А вот эту фигуру мы вновь поставим сюда, придумаем и назовем ее, так сказать, не знаю, Свинья-2. И будем с этой свиней работать. Вот так вот, привидительно, выглядит сегодня политика в России. Да, он, президент пришел, одного права-бругого поставил, страна ничего не знает, страна не понимает. Элита, так называемая, хлопает в ладоши, бурно аплодирует. Никто не видит в этом никаких сюрпризов. Сделал президент, значит, так надо. Ну, а мы продолжаем жить с вами. Главное, чтобы вот пенсии вовремя платили, а лучше не повышали бы пенсионную вовольность. Ну, едва ли это можно назвать понижением Медведева? Почему едва? Именно это выглядит как понижение, совершенно очевидно. Вы представляете себе, человек, который был президентом государства российского, президент, который был премьером восемь лет после президентства, еще несколько лет до президентства, вдруг переводится на должность никому неизвестную, выдуманную специально для него. Все же гадали, куда же вообще уйдет человек, который был президентом? Председатель конституционного суда, лидер партии, спикер парламента. А вот ни то, ни другое, ни третье. Раз, и назначили тебя на край шахматной доски, будешь там отвечать за безопасность и оборону. Конечно, это понижение. Ну, Совет Безопасности, как вы тоже упомянули, будет сейчас целиком отвечать и за силовые структуры, курировать их и так далее. То есть Медведев теперь будет контролировать силовиков России. Извините, а что раньше, он не отвечал за безопасность? Я к тому, что Медведев теперь будет заниматься, скажем так, полностью силовыми структурами. Слушайте, это все, так сказать, для, как вам сказать, для детей младшего школьного возраста. Совет Безопасности, структура по определению, которую Владимир Владимирович Путин созывал раз в неделю, если не ошибаюсь, то ли по пятницам, то ли по пятницам. Я обсуждал самые важные вопросы жизнедеятельности страны, в том числе касающиеся безопасности и обороноспособности. Что теперь заново мы придумываем проблемы Совета Безопасности, которыми должен заниматься именно Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, слушайте, ну, это, так сказать, попытка, попытка немножко подстрастить ему пилюлю, сказать, что вот тебе больше заниматься самыми важными проблемами страны, как и раньше, впрочем. Ну, Алексей Венедиктов в недавнем своем интервью сравнил Совет Безопасности с Политбюро. Насколько корректны эти сравнения, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, я никогда не был, так сказать, близко от заседания Политбюро и заседания Совета Безопасности. Алексея Венедиктова лучше знать. Вообще, я не имею, я даже не очень понимаю, какой смысл про это разговаривать, потому что, повторяю, в стране с абсолютистской системой власти, это неважно, какую форму, так сказать, форму зала нужно создать, чтобы в ней удобно рассеяться тем или иным чиновникам. Главное, кто сидит во главе этого зала. Ну, что касается конституционных изменений, насколько существенно они направлены на усиление президентской власти? Абсолютно. Они направлены все на усиление президентской власти. Это, повторяю, власть, так сказать, абсолютистская. Начиная с... Ну, во-первых, самое главное, что, в общем, людей, мягко говоря, насторожило или озадачило, да. Да, в общем-то, для тех, кто понимает, к чему это ведет, это выглядит как... Ну, очень многие задаются вопросом, если считать социальные сети, то, в общем, все спрашивают, а не переворот ли это государство. Что имеется в виду? А то, что поставлено под сомнение неизменность первого раздела конституции, которая не может быть изменена без создания новой конституции либо без вмешательства конституционного собрания, которое специально, образом собирается и подготавливается, да. О чем идет речь? Первая часть конституции формулирует основы конституционного порядка Российской Федерации. Вот в этих основах сказано, в одном из глав, 15 глава, сказано, что формулируется, постулируется приоритет международного законодательства над внутренним законодательством. Теперь эта новелла поставлена под сомнение. Путин сказал, что это должно быть убрано и перевернуто, то есть законодательство международное не может иметь приоритет над российским внутренним. То есть вот эта, так сказать, суверенность российского государственного устройства по отношению ко внешнему миру уничтожается, да. То есть Россия еще больше окукливается, еще больше стремится к тому, что мир остальной для нее не закон, и все, так сказать, постановления там ЕСПЧ, Совета Европы значения не должны иметь. Вот это основное, да. То есть главный закон, по которому должна жить страна, будет определяться ее лидером. Остальные вещи, которые формулируются, изложились в поправках, а значит, они и будут приняты. Касается того, что президент теперь будет сам лично определять кандидатуру судей, прокуроров в регионах Российской Федерации. Он даже сможет увольнять судей, насколько известно. Да, ну то есть, короче говоря, это абсолютная, так сказать, царская монархия милость будет определять поведение тех или иных людей. Люди на местах никому не подотчетны. Они подотчетны лишь первому человеку. Как когда-то, много лет назад, один из министров Российской Федерации, еще на второй срок Путина, как-то сказал мне, в одном городе, после того, как мы с ним выпили посерки чая, обсуждали там кое-какие дела, он сказал, ну вы знаете, для меня есть один человек, для которого я работаю, мнение которого определяет мою бедность. Вы знаете, о ком речь, как сказал он мне. Вот, определительно, вся так российская структура продолжает работать, еще более усугубляет характер работы. Мы сейчас прервемся на перерыв, но до перерыва хочу вас спросить, досрочные президентские выборы в России, насколько возможны ввиду последних событий? Нет, я не думаю, что они возможны, честно говоря. А по одной причине, а Путин, есть фишки, в путинском, так сказать, представления о себе, о своем месте в России и в мире, одна из которых очень жестко формулируется так. Я законник, я следую законам, какие бы они ни были, если они мне мешают, я изменяю эти законы, но если они существуют, то я ими руковожу. То есть неизменность сроков выборов президентских, парламентских является, сказать, не подлежит сомнению или покушению. Я не уверен. То есть я уверен, что досрочных выборов не будет. Они не нужны. Зачем? Небольшой перерыв сделаем. Политолог Аркадий Дубнов с нами на прямой связи. Программа «Абонент доступен» и вы оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». Студия Анна Смирнова, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня политолог Аркадий Дубнов. Еще раз здравствуйте. Добрый день, Анна. Говорили мы в первой части об отставке правительства в России. В контексте последних событий, наверное, может быть, подводя итог этой темы, вспоминалась история, в том числе многие эксперты ее упоминали в интервью, когда Борис Ельцин заболел и лег на операцию. Ядерный чемоданчик тогда был передан в руки Виктора Черномырдина. И вот, наверное, говоря о втором человеке в государстве, сегодня это кандидатура некого Михаила Мишустина. Что это за фигура? Что о неизвестно? А ничего про нее мне неизвестно лично. Глава Федеральной налоговой службы, 53 года, играет в хоккей. У него уже вывалилась в интернет куча, так сказать, мегабит контрамата. Его связи с теми или иными какими-то, так сказать, группировками, теневыми схемами. Но, если вам сказать честно, я не думаю, что вы сегодня найдете в России человека, который хотя бы полтора десятка лет в этой верхней, так сказать, системе власти, которого нельзя было бы обвинить в тех или иных грехах. Я не в силу, не потому что я готов ее защищать, а в силу того, что система устроена так, чтобы быть свободным от, так сказать, различных нарушений, которыми живет эта система, да, и с которыми она пытается сама с собой как бы бороться, невозможно. Мне нечего правду вам сказать, ей-богу. Выглядит он вполне, так сказать, благополучным чиновником, уверенным в себе. Ну, судя по профессиональному своему образованию, он технически является специалистом, занимался проблемами цифровизации, и, видимо, те, кто знает его лучше, чем, скажем, я, утверждают, что именно это его, как бы, это его подноготное дает возможность считать его человеком не политическим, не имеющим политических амбиций, а предполагая, что он будет заниматься исключительно, так сказать, технократическими задачами, так называемой цифровизации российской экономики и тому подобное, да. То есть этот человек как был вознесен во власть, так и в нужное время будет откуда-то убран. А вообще, формально вообще Россия могла бы стать, может ли в будущем стать парламентским государством? Нет, нет, нет. Парламент, это не мое даже восприятие, об этом говорил и Путин, да, в общем-то, про это, как бы, именно так воспринимал Россию и Ельцин, особенно вот уже в последние годы. Да, Россия – это страна имперская, с имперским мышлением, такой нафиг, так сказать, парламент в империи. Так что нет, ни в коем образом реальным парламентом в этой стране, в нашей стране не грозит. Она пока не способна с, как бы, уровнем политического, я бы сказал, образования совладать с разной великостью этой страны, с ее разновесностью и ее регионов, понимаете, с разными интересами, с разными этническими, так сказать, особенностями. Она может поправляться только из центра, жестко, с вертикальной властью, так считает сама власть. Никто никогда не пробовал сделать эту страну реально федеративно, а не формально. Напомню, что нам также можно писать в WhatsApp, уважаемые радиослушатели, 2306191, это номер WhatsApp, еще раз повторю, 2306191. Движение оппозиции сегодня в России, какие они и какие перспективы, на ваш взгляд, в том числе и в контексте? Оппозиция? Да, движение оппозиции и в целом перспективы политические у оппозиции. Движение оппозиции? Да, да, да. Движение оппозиции и их перспективы на политической арене сегодня, как вы их видите? Ну, я бы сначала договорился об определениях, кого вы называете в России оппозицией. Ну, например, деятельность Алексея Навального. Ну, тогда понятно, да. Ну и не только, конечно. Нет, нет, ну вот что-нибудь не только. Тут давайте, что называется, сразу договоримся, кого вы имеете в виду. Навальный – это выдающаяся, как бы, харизматическая фигура для нынешней системы общественной и политической жизни. Его реальность признается на самом, так сказать, верху властной системы, да. У Навального огромное количество симпатизантов, болельщиков, фанатов. При этом Навальный делает огромную работу по, я бы сказал, по обнажению системы власти с точки зрения, так сказать, ее коррупционной составляющей, да. Но самой по себе политической деятельности Навального на сегодняшний день в России, на мой взгляд, не сильно ощущается. Он очень противоречив вот этой своей деятельности. Никто точно не может, я не могу, например, точно сказать, вообще говоря, какие политические взгляды он преследует. Он великий тактик, да, но я не вижу в нем стратегического какого-то мышления. Да, тактика его ощеренность этой тактики, она обычно проявляется в период, так сказать, перед выборами, когда он принимает те или иные решения, которые ведут к наиболее эффективному методу, так сказать, достижению своих целей с точки зрения проведения там лояльных ему депутатов, там, выборов, как это было последние, выборы муниципальные в том числе. Но при этом он, на мой взгляд, мало договороспособен с точки зрения консолидации оппозиции в целом. Он немножко, мне кажется, неразборчив в выборе средств. Мне кажется, для политика его уровня не стоит вдаваться в такого рода, я бы сказал, слишком страстные личностные оценки тех или иных с подвижением, например, в медиа-среде. Но зачем нужно было Навальному выходить с публичными оценками того, что известный медиа-менеджер в российской среде, Татьяна Лысова, сегодня пришла работать в НИБУ? Ну, это совершенно не уровень, так сказать, политика федерального уровня, которым себя воспринимает. И Навальный, да и огромная часть российского активного политического класса, да? Почему он это делает? Потому что у него есть свои личные обиды, там, скажем, в истории работы этой замечательной журналистки в газете «Ведомости», на которую он обижен. Это, мне не кажется, достроенным для политиковой... Вот, понимаете, это очень многих отпугивает от Навального, отталкивает их, да? Эта страстность для политики, конечно, вещь очень важная, он очень в этом смысле ранимый, но и давление, которое оказывает на него власть, оно беспрецедентно. И с этой точки зрения многие из нас, и я в том числе, всегда будет на его стороне, защищая его, так сказать, право делать то, что он делает, да? Он живой человек. Вот в этом его великое достоинство. Среди всех даже деятели оппозиции. Есть несколько деятелей оппозиции, они будут называть имена, которые не выглядят живыми людьми. Понимаете? Они выглядят так, такие пока еще... К сожалению, у них тоже мало шансов на серьезное политическое будущее в России. Ну вот одно из таких распространенных мнений о России, в российском обществе, да и на постсоветском пространстве, наверное, тоже можно услышать. Если не Путин, то кто? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Если не Путин, то кто может возглавить страну сегодня? Во-первых, меня никто не спрашивает. Ну вот я вас сейчас спрашиваю. Так вы понимаете, давайте попробуем. Дорогу, Василий Тадущий. Дайте мне возможность свободно осуществить право выбора. Дайте всем свободно осуществить право выбора. Дайте возможность всем политическим структурам, которые сегодня не регистрируют. Дайте партии Навального регистрироваться, участвовать в выборах, и мы очень быстро узнаем, кто. Понимаете? Они, власть сама себе сформулировала, навязала политически, так сказать, безразличному обществу вот это суждение, что без Путина нет России. Вы знаете, ну, умер, так сказать, усатый тиран в 1953 году. Ничего, Советский Союз выстроил, да. Все умирают, а страна остается. Поэтому тиражировать эту глупость, она не больше, чем глупость, рассчитанная на именно тот самый холопский класс российский, я даже не считаю достойным обсуждать это серьезно, понимаете. Напомню, также нам нужно писать в WhatsApp 2306191, чтобы я могла корректно передать ваш вопрос нашему гостю, так что лучше пишите, уважаемые радиослушатели, в WhatsApp. Ну, поскольку вы также являетесь экспертом по странам СНГ, вот буквально недавно у нас был политолог Валерий Соловей в студии, который сказал о том, что у Владимира Путина и его окружении есть цель, и они хотели бы, возможно, в рамках такой реваншизных настроений, хотели бы вернуть былую империю и завоевать в том числе страны Балтии. Ну, возможно, каким-то образом осуществить какое-то вторжение. Это заявление как можно оценить, на ваш взгляд? Заявление господина Соловья? Да. Ну, то есть насколько это соответствует действительности и интересам действительно, на ваш взгляд, как вы думаете? Значит, давайте так, начнем со стран Балтии. Психоз и паранойя, связанные с тем, что Россия готова завоевать страны Балтии, танки и прочее, на мой взгляд, не являются предметом серьезных дискуссий. Эти идеи, они выгодны как в Москве, которая таким образом транслирует идеи своего величия и всемогущества. Точно так же по ту сторону, условно скажем, железного заноса, которого, слава богу, еще нет, выгодны, потому что они позволяют консолидировать западное сообщество, выбивать у своих парламентов средства для наращивания военных расходов. Бюджет – это старая история. В то время Конгресс Соединенных Штатов при Советском Союзе пугал тем, что Кремль бешено вооружается, он угрожает, поэтому нужны новые расходы на оборону. Точно так же и здесь. Это ведра неинтересна. А с точки зрения идеологии, с точки зрения состоятельности вот этой имперской составляющей в политике России – это уже более, я бы сказал, более важный оттогор. Поскольку вот вы звоните мне из Риги, из Латвии, где, я так понимаю, вы представляете себя как бы часть русскоязычного населения Латвии, тогда многие, так сказать, в России говорят, что Латвия, став самостоятельной, и русские в ней испытывают сильное давление, и они ограничены в гражданских правах, огромная часть этих суждений имеет свою, наверное, почву. Я не списалец по Латвии. Но тогда задают вопрос, почему же эти люди, которым тяжело в новой независимой Латвии, ставшей членом Европейского Союза, не бегут в Россию? Почему большая часть из них ищет лучшую жизнь назад, или они в России? Не за чем завоевывать Россию и Латвию, поскольку страна, в которой есть проблемы, она, в общем, сама должна решать свои проблемы так, чтобы не было ощущения того, что только с возвращением стран Балтии или конкретно Латвии в лоно большой России станет счастье. Что касается других интенций политики Кремля на Восток, на Кавказ, Средней Азии, то да, действительно, в политике Кремля присутствует совершенно нескрываемое стремление так или иначе восстановить влияние, утраченное в этих регионах по распадам Советского Союза. Оно, сейчас, извините меня, я сейчас скажу ужасную вещь, но оно органично, потому что огромная часть территорий, которые сегодня перестали быть, так сказать, управляемыми митрополией, испытывают невероятно, так сказать, невероятно, силы фрустрации среди людей не обеспеченных, бедных, лишенных работы, понимаете? Вот уже скоро 30 лет, как распался Советский Союз, но миллионы трудовых мигрантов из стран Центральной Азии вынуждены зарабатывать себе на жизнь и с семьям, работая в России в частности, да? Нормально ли это? Нет, это не нормально. Используя этот фактор, Россия, естественно, создает среду своих симпатизантов в этих странах. Эти страны фактически являются абсолютно зависимыми от России в силу того, что именно рабочие места российские являются источником существования или пополнения бюджета этих стран, понимаете? Так что вот это и есть мягкая сила, как любят говорить современные политологи, которая может быть использована Россией. Кроме того, там действительно еще остается достаточно много людей русскоязычных с традициями, воспитанными, так сказать, в годы советской власти. И это, в общем, достаточно серьезный фактор, который как бы центростремительно устремляет, извините, автологию, центростремительно тянет этих людей к России как центру империи, да? Возможно, с поколениями этот фактор станет менее значимым. Уже сейчас поколение там 25 плюс или 30 минус перестает говорить на русском языке, поскольку нет обучения систематического, да? И эти страны, чем дальше, тем больше начнут, так сказать, отходить от российского влияния. Но сегодня Россия, в общем, достаточно логично с точки зрения ее руководителей стремится укрепить свое влияние, в том числе и военно-политическим. И возражает против смены элит в этих странах таким образом, как смены элит на те, которые будут настроены против вот этой политики России по, так сказать, втягиванию этих стран в пространство вокруг России. Вот спите за тем, что происходило последние два года в Армении. Очень непростые события там происходят, очень непростая непростая связь между Москвой и новыми властями в Ереване. Время идет, меняется настроение людей, приходит новое поколение к власти, как в том же Ереване, да? И вот эта, я бы сказал, константа, которая казалась неизменной, я не имею в виду власть абсолютная Москвы над этими территориями, она начинает таять. Это естественный процесс. От нас вопросы приходят в WhatsApp. Один из наших слушателей спрашивает, что Путин делает неправильно в экономике, по-вашему? Не знаю. Я не экономист, чтобы отвечать на эти вопросы. Дело в том, что Путин, человек очень легко, так сказать, усваивающий основные азы, в том числе экономик. Он очень трудоспособен, надо отдавать должное ему. Человек с очень хорошо, так сказать, организованной памятью и способностью к обучению. И за годы своего, так сказать, своей работы на этих постах, он, наверное, логично пришел к выводу, что экономика в лишних условиях должны управлять экономисты либеральной школы. Поэтому все те, кто сегодня находится у руля экономического, так сказать, управления, это люди, которые относятся к либеральной школе. Там Кудрин, Орешкин, Набиулина, Силуанов. Это те, кого российские, так сказать, национал-патриоты считают агентами Запада. Ну и те же тот самый Путин, понимая, что если экономикой начнутся заниматься люди типа академика Глазьева, который был признан из Кремля и в качестве министра евроазиатской администрации, экономикой совсем было бы плохо российской. А что они делают правильно или неправильно, не умеют судить. Я понимаю, что Россия сегодня находится в заложниках мировой системы, которая естественным образом наказывает Россию санкциями экономическими за то, что она нарушила мировой порядок в 2014 году, присоединив к себе Крым. И вот Путин может быть в 6000 раз гениальнее, чем в любом Нобелевске говорят по экономике, но против реальности он сражаться не способен. Россия прекрасная страна, но она не способна вводить санкции против Соединенных Штатов в силу своей незначимости в мировом экономическом раскладе сил. Но если Соединенные Штаты вводят экономические санкции против России, страна начинает испытывать серьезные трудности. Вот такие трудности испытывает Россия, и они будут еще на десятки лет сказываться. Спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по странам СНГ, был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания.